приветствую гости и подписчики канала сегодня свой ролик который больше будет как фоторепортаж начнем с дороги с прогноза погоды вот видите проезжаю поселок малиновка не тот которым была свадьба и кино снималась а наш местные малиновки поселочек он такой растянутый вдоль дороги и тут полюбили его фотоохотники ну как видите в машину встречные мигают фарами значит вот тут перед остановкой устроились фотоохотники но я уже когда ехал у сторону города их уже наблюдал так что им сегодня не плюет ну что ж поделаешь судьба ну а дальше поговорим про цены на трактора про цены на трактора я имел ввиду на самые доступные трактора то есть т-25 т-40 и мтз но потом я понял что т-40 мтз это слишком долго будет это можно вырастянуть даже на несколько роликов поэтому сегодня охватим только цены на трактора т-25 и немножко трактор т-16 как его самый близкий родственник дальше в обзоре будет просто говорящие картинки сверху будет указана цена евро а внизу год выпуска трактора год не важен но все-таки в наших краях есть можно сказать три типа тракторов т-25 первые это производство до 1990 года то есть те которые побывали в колхозах или в организациях второй тип это купленные новые но их очень мало вот на первых видеокадрах по дороге бежит это купленный завода полностью нулевой и тут еще первые такой где с рядом стоят два трактора т-25 слева это купленной новые девяносто четвертом году рядом 1986 года мой 25 который поработал на складе и еще третий тип это уже привезенные то есть предприниматель закупает и в других странах в основном польше финляндии и привозят нас и продают потому меня будут термины польские или местные и еще немножко я пошпионил еще в литовском сайте продаж тракторов там тоже будут литовские трактора ну хватит болтать приступим к делу значит первый экземпляр цена 2 200 год 9 1987 скорее всего что он местные то есть колхозные потому что вид такой не украшенной и не не подкрашенной как есть так и продают следующий экземпляр это точно поляк ну то есть привезенной из польши цена 2600 год 1987 состояние тоже не крашеной привезли и продают такое как есть как видите вот такая от навеска почти полный сборе с гидрокрюком но нету кабины поэтому и цена такая наверное следующий экземпляр 3000 евро год 89 тоже как мне кажется местные потому что меня сужу по покрышкам то есть это стандартные до 90 года высокие и узкие относительно а у поляков уже тогда шли пониже и про профиль и по шире такие одно время продавались без кабину только с рамой безопасности потом они все наверное шли с рамой безопасности но в основном их снимали выкидывали а тут она еще осталась рычаг реверса на месте все на месте более-менее ухоженной наверное продает родственники хозяина потому что но от 25 избавляться никто не хочет они остаются до последнего потому что кушать не просит если он купленный так хозяйству он всегда пригодится продают местное только тогда ну когда уже все хозяйства нету все уехали в город старые старики умерли и он без надобности но это редкие случаи дальше опять же поляк по всему видно ну и плюс на этой территории по ангару видно несколько экземпляров были в объявлениях то есть это предприниматель везет и продает 86 год цена 3400 не подкрашиванные то есть ничего не улучшить не улучшили как он привезенные помыли максимум так и продают баллоны пошире навеска такая довольно хитрая кажется раскосы идут на бортовые гидря крюк крюк еще сверху какая-то еще один крюк примудренный ну как привезли так и торгуют еще вот пару кадров с салона тоже салон такой весьма потрепанный сиденье уже нестандартная не оригинальная боковина где-то что-то подклеено где-то что-то ободрано в общем трактор из жизни а вот тут уже экземпляр поинтереснее 86 год цена 3 700 но как-то он больно ярко выглядит или фотографию поправили и еще на переднем мосту стоят колеса нестандартные и с протектором с елочкой такого но на заводском не увидишь ну а в кабине до по тому году видно что потрепанный что-то подкрашено переключатель скоростей один только сиденье нестандартная но кажется она тракторная не автомобильная такое довольно компактная и вот такой вот у него страшный крюк пристроит и присобачен то есть тяги раскосы тоже нет тут цепи крест-накрест стоят и гидрокрюку прикручена такая петля мощная вот укреплена вместо центрального винта наверное такой вот вариант чтобы быстренько подкинул и подцепляешь прицеп и едешь но высоту регулировать не получится у вас заболтался и язык заплетается и даже сказал такое смешное что салон у трактора кабину у трактора но может кому-то и салон ну что ж все равно продолжим значит следующий цена 3 750 год выпуска 86 кабине все как и жизни даже основание сидушки оригинальная только какие-то подушки при прилеплены пришиты и подлокотник как будто справа и стороны видно а так тоже трактор без переключателя реверса поляк по колесам как можно судить но он такого года не может быть у нас оригинальный значит привезенный из польши и тут скорее всего поляк но поинтереснее цена 2 850 год 91 как будто свежий год но он был в оригинале без кабины как видите такой вот скворечник присобаченный что-то с оригинальных запчастей т25 а что-то самодельное в кабине много не мудри да погода вот рычаг реверса уже есть провода болтаются переключатели поворотов поставлены автомобильный даже два ключа зажигания ну там и не было обшивки никакой только на полике коврик от сиденья самое дешевое какое только есть и много чтоб не мудрить поставлена на деревянный брус что ж дешево и просто опять же экземпляр привезенный на продажу в загранице цена 3 787 год как видим состояние такое как есть как и жизни следов покраски не видно если было тогда очень давно в кабине нету переключателя реверса сидушка оригинальная только прошита каким-то дерматином сама сам поролон ну что же кратцы пробежались по ценам на латвийские но у на трактора который трактора которые продаются в латвии то есть в основном это все все завезенные завозят их предприниматели я их даже не называю перекупщиками потому что предприниматель он честно привез свой навар поимел и продает как есть перекупщик он будет искать тут на месте трактора потом как-нибудь его подмалюет и будет продавать но что странно т25 очень мало встречается как я говорю вид как у новогодней елки то есть все открашено как тепля помыто задули краской привели привели такое блестящее состояние и продают но у т25 такого очень очень редко встречается у нас наверное все понимают что но не стоит цена у них такая как и есть минимум максимум и такие продают но чтобы обзор более-менее полный получился быстренько пробежимся по объявлениям что продают в литве вот первый экземпляр 2000 цена год конечно не указанный потому что с чего он собранный я не знаю но такой интересный на вид но двигатель от 25 до 21 стоит только все переделано такая интересная самоделка капот наверное вообще от какого-то импортного сидушка такая широкая двухместная можно сказать задние колеса как бы от газ 53 ну мосты конечно но все равно так как двигателя т25 пускай будет у т25 дальше опять интересный вариант 2200 цена год указанной в объявлении 85 но я очень сомневаюсь по капоту кабины у него наверное по заводскому не было тут самодельная кабина но видно капот это такое с первых экземпляров 85 там такого капота уже не было кабине я вообще в замешательстве широкая сидушка две колонки руля одна как будто от dt20 вторая т25 столько стоит сбоку очень даже интересно если кто знаете напишите в комментариях почему так панель такая что-то как будто переделана не доделано или слишком замудрено но интересный экземпляр вот тут видно двигатель два цилиндра бак такой старого образца у меня тоже такой один дома валяется стартер уже новый генератор старый отсек аккумулятора такой огромный я такого жизни не видел у нас такие не встречаются и дальше опять ну тут кажется все так как есть цена 2 500 и год 75 это один из но не самые первые но из самых таких старых выпусков трактора т25 почему он так низко посажен за так перед вверх но это только хозяина виднеется или видно почему он так сделал воздухозаборник размещен так сбоку вот и колонка с левой стороны вынесена в левую сторону сторону интересный экземпляр поэтому я и тут выложил его вот тут вид с правой стороны до такой длинный отсек аккумуляторный промежуток между двигателем заполненный сиденья ту по новее наверное поставлена тоже додрыпаная но все-таки ну и в литве тоже пылики вот видно 3000 год 98 но тут очень даже очень даже вероятно что он заводской покраски потому что такое блеклый или покрасили дешевой как покраской она быстро выгорела но ничего не переделано следующий экземпляр 3400 94 год так приглядеться как будто как будто капот не крашеная но кабина скорее всего из чего-то делана или передела тоже широкие колеса низкие но в кабине начинаются чудеса где кулиса неизвестно педаль как бы узнается рулевая колонка тоже не знаю где это собрано этот трактор ну кабина вид больше выглядит как на мтз но может только вот та часть где сидушка стоит там т25 можно узнать ну а тут литовский предприниматель трактор 94 года тоже поляк как я говорю он не произведен в польше при уже потом его привезли бы уж нам из польши а туда наверное шли от нового характерные колеса широкие низкие цена 3 750 предприниматель потому что видно трактор уже покрашенный один другой там объявлений тоже мелькало еще побольше их значит человек занимается перекупом этих тракторов при приводит такое ну товарный вид может даже слишком товарной и продает их ну и как я говорил быстренько пару экземпляров несколько экземпляров так называемый шассик t16 цена 1650 год выпуска 1984 покрашенные для продажи укусов только поленились покрасить ну что ж выбор хозяина но такие вот тоже встречаются еще один шассик 87 год цена 2 700 честный ничего не крашена как есть так и продает хозяин хотите берите хотите ищите крашеного ну и крайний третий экземпляр это все что я нашел у нас в латвии как раз это мой регион почти недалеко от дома 1986 год 4000 евро тоже жизнью побитые но такая комплектация спереди лопата посередине метла ну вот такие вот экземпляры такой вот обзор у меня получился не очень быстрый но как есть так есть чтобы было представление если себе было интересно посмотреть какие еще сцена все так в куче и может кому-то тоже будет интересно что ж кто досмотрел всем спасибо до свидания не болеете и мира вашему дому